Добрый день, дорогие друзья! На календаре 10 апреля понедельник. Настрой мыслей, настрой чувств поможет вам сделать этот день плодотворным и без лишних огорчений. Желаем вам мира в душе, добра, позитива, работоспособности и стимула на всю рабочую неделю. Оставайтесь на нашем канале. Все самое интересное и познавательное в течение 50 минут. Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день, дорогие друзья! 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 слово если где-то что-то ошиблась вы можете не исправить конечно расскажите вот насколько нам известно уральский аэроклуб открылся в 1937 году и имеет богатую историю да и за это время действительно были целая до спортивной династии парашютистов и пилотов мало авиации конечно это для вас служит большим поводом для гордости хотелось бы чтобы вы вначале рассказали нам подробнее об этом пожалуйста всем здравствуйте ну первое небольшая ошибка не елена ева сразу определяем его пока да ева что касательно аэроклуба да являюсь председателем общественного объединения уральский аэроклуб который берет свое начало в тридцать седьмом году и буквально в прошлом году мы организовали для жителей и гостей города большое мероприятие которое прошло на аэродроме кордон за городом посетила нас так по подсчетам около 500 человек что я считаю неплохой результат мероприятие было организовано с целью популяризации местного аэроклуба показать что у нас есть какие воздушные суда летательные аппараты вылетают на чем можно полетать научиться чтобы люди провели воскресный день активно на свежем воздухе отдохнули от города я думаю что традиция она уже мы ее проводим во второй раз было 80 лет 85 и конечно не реже 5 лет мы будем это проводить также у нас в планах есть проведение других мероприятий например день авиации тоже можно отмечать ну это мы об этом тоже можем сообщить аэроклуб что себя представляет на данный момент это общество клуб людей по именно интересам авиации да кто-то приходит сюда научиться летать допустим в таком малом возрасте до 20 лет 18 кто-то приходит будучи уже работающим но всегда мечтавшим они бы и работающим там может быть даже в другой сфере и они приходят осуществить свою давнюю детскую мечту таких людей с разной судьбой у нас нет несколько и каждый из них вкладывает в аэроклуб то в чем он умеет или что он может сделать и все у нас развиты вообще в разных сферах и любая помощь которая идет аэроклубу приветствуется и конечно же и человек летает можно сказать за счет этого да что еще по аэроклубу но у нас основная деятельность у нас на аэродроме кордон там в основном летний сезон но в этом году мы летали даже зимой после большого перерыва с девяносто пятого или шестого года наверно полы поправить если что то есть в зимой полет вообще не было все это время и мы возобновили в этом году нам это удалось идет постепенная работа по узнаваемости вообще в городе и области если спросить несколько лет назад человека о планерах или об аэроклубе мало кто знал из 10 но смогли никто и не ответить то сейчас я думаю от трех до пяти человек могут спокойно ответить где-то слышали вы не знаешь что там можно полетать что еще по парашют парашют на хотел добавить парашютный спорт вообще и также планерный спорт и авиамодельные они были организованы в спортивной школе 20 лет назад в 2002 году который создавался на базе аэроклуба школа она является государственной областной и она пошла как бы по своему пути с добавлялись тут также другие секции но по истечении 20 лет там как бы осталось парашютное отделение которое тоже базируется на аэродроме кордон и мы за все эти годы работаем в тандеме то есть аэроклуб и школа друг другу помогая что то есть в школе что то есть у нас и мы эти все эти вопросы как бы замещаем и помогаем друг другу и можно сказать держимся за руки идем вместе парашютное отделение в спортивной школе представляет из себя секцию по бесплатную самое главное да бесплатную для подростков 14-16 лет каждый желающий может прийти в этом возрасте в этом вот сможет прийти записаться теорию заниматься зимой и летом уже приступить к прыжкам но его я думаю по этому вопросу тоже добавит потому что начали все это прошла и наверное все таки редко девушки приходят в парашютную школу его это так когда вы приняли решение тоже стать спортсменом именно по парашютному спорту что вас привело я если честно не было ли страха я никогда прям вот многие люди мечтают прыгнуть парашютами никогда не было именно с парашютом прыгать я всегда хотела летать но потом узнала что вот у нас как раз таки есть парашютная школа и что действительно там прыгают бесплатно всему учат и я пошла туда записалась потому что это был такой шаг в небо ближе к авиации вот ну как-то так мечта была всегда на первый свой прыжок и впечатление от него помните же конечно поделитесь пожалуйста ну я не знаю вообще человек не может конечно испытать какие-то хотя бы даже частично подобные эмоции которые испытывает во время прыжка ну вот у меня было то что вот я выпрыгнул у меня парашют открылся приколь на был страх что вдруг парашют парашют не откроется нас целый учебный год готовили то есть сентября по ума и мы занимались учились укладки подготовка подготовка наземная была то есть все особые случаи мы все это разбирали было общефизическая подготовка и то есть ну к началу прыжка не было такого то что как бы ничего не откроется потому что ты уже все знаешь то что это действительно безопасная надежная техника как-то к ней ну было большое доверие так что помните вообще сколько прыжков вы совершили и при каждом прыжке наверное ощущение разное бывает или одинаковое ну если прыгать достаточно часто то в принципе тут уже идет как-то работа на результат ну совершенствование своих навыков ну естественно каждый прыжок для себя открываешь что-то новое то есть получаешь все равно какой-то опыт так я прыгнула сто шестнадцать раз я совершила вот прыжки но где-то пятый пятый год я уже занимаюсь в прошутной школе и по сей день то есть вы решили все-таки продолжить это дело и не останавливаться на достигнутом правильно да получается я пришла когда мне было вот 15 16 лет а потом тренер предложил поступить на спортфак но я естественно не отказалась как-то всегда шла по спорту с детства и поэтому выбрала спортивный факультет и вот сейчас продолжаю прыгать совершенно свои навыки ну а все таки какая у вас мотивация ради чего вы все время рискуете своей жизни ведь это опасно согласитесь какая вот самая основная главная мотивация в жизни или это не объяснить слова я не знаю мне просто хочется возвращаться вновь и вновь то есть когда я прыгаю с парашютом когда я летаю на планере когда я управляю я не знаю в небе я счастлива я думаю что в небе счастлив и наш гостья павел леонтьевич пилот инструктора летчик инструктор это так острое ощущение это все-таки главное что тянет людей в небо здесь предыдущий оратор говорил ну и вы говорили чтобы там какой-то опасности в авиации но это наверное больше обычная расхожие мнение фактически всей статистикой и всем мировым опытом доказано что авиация гражданские воздушные перевозки авиационные виды спорта они гораздо безопаснее тех видов спорта которые сейчас развились там различные там гонки на мотоциклах гонки на автомобилях различные виды прыжков там на скалах там то есть как таковой у нас травматизм травматизм ну скажем слава богу за историю нашего клуба достаточно многочисленную он на порядок меньше чем других видах спорта поэтому когда у нас спортсмен или курсант начинает заниматься то ставится задача настраиваться на того что в авиации нет оценки 3 потому что оценка 3 на земле оценка 2 воздухе поэтому когда они занимаются теории что была оценка 4 5 когда не занимается тренажной подготовки все действия отрабатываются до автоматизма дальнейшем допустим ну парашютные прыжки у нас не совершается с инструктором а полеты на планерах кто учится летать есть у нас отдельно учились летать на самолетах все полеты выполняется с инструктором и есть программа подготовки курс учебной летной подготовки которые разработаны многолетним то есть методическим советом допустим то время цкадасов сейчас и гражданская авиация к этому подключается то есть они проверены годами на сотнях тысяч людей соответственно этой программы обучаемый курсант учится проходит поэтапно каждое упражнение то есть в нашей жизни к сожалению сейчас сейчас есть такой момент что какие-то навыки знания ну скажем честно это решается финансовым путем у нас такое исключено то есть человек хотя пришло новое время ну мы работаем в этом плане как и работали раньше методически человек освоил какое-то одно упражнение если он не может освоить это упражнение он не может перейти там с первое упражнение на второе второе упражнение на третье заключение он заканчивает программу допустим обучение от летая это и когда он готов допустим я инструктор который я его спрашиваю ты готов и она готова вот его сейчас моя курсантка я ее учил летать на плане когда она готова лететь самостоятельно хотя я считаю что она готова она прошла программу но если она говорит что я не готова в данный день здесь самостоятельно или какой-то новый вид новое упражнение новый элемент который я уже ее допустил самостоятельно она говорит я не готова сегодня какой причине она может не отдохнула она не подготовилась на психологически не готова то она не летит на нее кто не наставит не дает вот этим ну как бы вот авиация отличается и остальной виды деятельности этим достигается безопасность поэтому когда вот ну вот 85 лет ара клуба достаточно было много ваших коллег ну у меня от почти там все ваши коллеги по очереди брали интервью серго ну как вы испытывать полончик стрим честно говоря не не испытываю никакого экстрим до удовольствие испытываю я готов дальше летать я хочу летать то есть не то что там надо ли что и мне хочется мне это интересно я продолжаю получать удовольствие ну ну фактически если так говорить на самом деле это моя жизнь вот я там живу вы работаете со дня основания клуба у вас большой довольно таки стаж почти полвека ну да совершенно верно скажем так вот если конкретно ара клуба ара клубу 85 лет в прошлом году был ну я не со дня основания да я пришел в 1971 году это было назывался авиационно-спортивный клуб в последующем ара клуб одна и та же организация есть ведь ветераны которые именно работали со дня основания сейчас находятся на заслуженном отдыхе тоже наверное ну вот то что со дня непосредственно основание нашего ара клуба конечно тех нет уже давно как бы ну а вот из тех кто сейчас работает то есть фактически или кто занимался ну получилось так волей судьбы что я остался вот 71 я пришел дальше моим коллегам пока нужен и мне интересно я занимаюсь буду продолжать этим заниматься ну вот и семьдесят второго года то есть 71 году я пришел теория в семьдесят втором году начал летать инструктором стал уже я в семьдесят седьмом году стал мастером спорта там в семьдесят девятом году стал летчиком инструктором тогда это было всесоюзное добровольное общество содействие армии авиации флоту оно было под эгидой вооруженных сил ну часто все если вспомните об истории что на тот момент начальником авиаспорт клубы или ара клубу был прунь александр яковлевич а данный человек был командиром эскадрильи в летном училище которая была в уральске на аэродроме зачиганный поселок зачиганск кстати насколько вот я помню мне рассказывать что поселок зачиганск организовался вокруг данного аэродрома когда он начал организовываться а училище это который здесь было это училище сюда перевели с луганска это было луганское училище первоначального летного обучения вот частность праву на александр яковлевич там был командиром звена когда училище закрылась после 53 или 56 года то пруни александр яковлевич возглавил вот авиационно-спортивный клуб дальнейшем аэроклуб и вот под его руководством собственно я начинал летать ну а летчиком инструктором у меня был командир звена астафьев и первоначально в последующем летчик мой инструктор уже всю последующую жизнь до моего самостоятельной работы щедров владимир николаевич но к сожалению они уже все ушли сейчас из жизни ну вот как бы так а если говорить о начале деятельности это здесь упоминалось об авиационно спортивных детской спортивной авиационной школе то когда но в двенадцатые годы наступили известные события то есть авиаспорт клуб перестал финансироваться мы все это на общественных началах достаточно трудно было выживать но факт то что детей уже не готовили бесплатно и в 2002 году ну там усилием энтузиастов и властей города как бы на тот момент была была открыта детская спортивная школа по авиационным видам спорта то есть на базе аэроклуба с привлечения его техники вот с начала момента освоения этой школы я там работал до 2017 года но в дальнейшем так как продолжил в аэроклубе работа спасибо ну а мы продолжаем нашу передачу дорогие друзья напомню средства связи 28 58 69 номер прямого эфира и номер ватсапа 8 700 028 58 69 вы можете задать свои интересующие вопросы к нашим гостям студии мы открыты для вас поэтому звоните пишите будьте активными ну а пока прервемся ненадолго на музыкальную композицию далее продолжим нашу передачу оставайтесь на нашем канале а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Мы их обучаем сначала теории, потом, как говорил, тренаж, наземная подготовка, и потом они приступают уже к практике. Как пилот-инструктор тоже недавно, можно сказать, стал, у меня появился первый мой курсант, который даже старше меня, он мой курсант. И испытываешь такие ощущения, когда он особенно вылетает самостоятельно, ты следишь, не оторвая глаз. Такая ответственность. Ответственность большая, да, потому что он отучился под твоим руководством, и ты, получается, раз доверил ему его жизнь, получается, и летательный аппарат, то эта частичка тебя уже идет с ним всегда, именно вот в полете, и ты ведешь этого человека. В последующем, да, сейчас также готовятся, есть у меня другие курсанты, вот, но они в процессе обучения. Обучение, да. Еще были вот такие вопросы, вот у Кеви, например, я хотел бы сразу на него ответить. Мой инструктор спросил меня как-то, почему ты летаешь вообще? Что так тянет? Я тоже так на минуту задумался, потому что никогда не задавался таким вопросом. И я раньше вот посмотрел, я ходил всегда на такие секции, где была скорость или передвижение всегда. Это были картинги, велоспорт, и я понял, что мне нравится управлять первое, вообще чем-то управлять. Ну, так и в аэроклубе получилось, в своей должности я тоже управляю. А второе, когда ты поднимаешься в небо, и ты понимаешь, что ты можешь управлять еще в трех измерениях, все, у тебя мозг уже не на месте. И таким образом мы просто чувствуем жизнь, когда поднимаемся в воздух. Даже жена у меня спрашивает, у тебя что-то настроение хорошее? Я говорю, мы сегодня летали. Ну, вот до такого. Это чувствуется, и она знает, например. Поэтому мы стараемся летать. Чем больше, тем лучше. Спасибо. Павел Леонтьевич, а случались ли какие-то непредвиденные и экстремальные ситуации? Наверное, тоже часто задают этот вопрос. Ведь всякое бывает. Тем более, за все эти годы, что вы поработали в аэроклубе, наверное, были различные ситуации. А вот есть такие запомнившиеся какие-то случаи из вашей практики? Ну, из моей практики, собственно. Конечно, планер отличается от летательного аппарата с двигателем тем, что у него как бы предусмотрено заданием иногда посадка вне аэродрома. Это называется посадка на площадку. Или когда участвуешься на соревнованиях, особенно у нас-то вот в Казахстане, в общем, у нас в Казахстане уникальные возможности для развития данного вида. А, к сожалению, у нас планеризм только в Уральске остался. Потому что у нас огромные просторы степные, нет лесов, где можно сесть. А участвуешь, допустим, на соревнованиях в России, в частности, в Новосибирске, там леса. И когда ты очутился на малой высоте, на плане режне двигателя, то тут приходится все свои навыки, умения использовать для того, чтобы благополучно приземлиться. То есть, найти такое подготовленное место. Ну, а так, фактически, каких-то архисложных ситуаций не было. Я хочу сказать, что вот о чем? Что планерные, полеты на планерах дают уникальную возможность подготовки летного состава, который используется во всем мире. В каком плане? Что это как бы, как ребенок начинает ползать сначала, потом начинает ходить, а потом начинает бегать. Так вот, планер, это как раз та ступенька, которая в подготовке будущего авиационного человека. Я хочу сказать, что у меня в моей истории был курсант Савельев Павел, мой тезка Иванович. Ну, сейчас уже полковник в отставке, запаса, живет в России и так далее. Когда он самостоятельно вылетал на реактивном самолете, летая в Качинском училище летчик, у него отказал двигатель. По команде он должен был катапультироваться. Он говорит, я посмотрел, что самолет летел, оценил обстановку, высоты хватает, и как меня учили, и как на планере. Он сел на аэродром, за что был награжден ценным подарком от командования, от инструктора, получил выигры за то, что он не выдел команды. Поэтому, я хочу, и в итоге, как бы, планеризм, всех, кто научится летать на планере, легко освоить самолет, вертолет или другие виды летательных аппаратов. Притом, на планере безопасность чем достигается? Так говорится, нечему отказывать, двигателя-то нет, а он планирует весьма с небольшой скоростью, и где-то даже посадка аэродрома может использоваться весьма небольшую. Ну и хотел бы еще сказать о тех ребятах, которые за все это время подготовили, достаточно много ребят, которые в большой авиации, ну, допустим, Куприенко Андрей в авиакомпании «Южное небо» летает, Чингистос Муканов летал в «Аэростане», Кузнецов тоже сейчас в авиакомпании «Южное небо», Аксенов в авиакомпании «Ара» летает, Котельников закончил Академию Жуковского в направлении вооруженных сил Казахстана, сейчас служит в вооруженных силах Казахстана авиационным инженером, и таких ребят очень много. То есть, вот, аэроклуб, авиационная школа дала путевку в небо всем этим ребятам, то есть, где-то у кого-то, так сказать, их мечты реализовали свою реальность, а кто-то получил, наоборот, мечту и потом притворяет ее в дальнейшую жизнь. Спасибо, Ева. Ну, а какие вы цели ставите перед собой как в профессиональном, так и в личностном плане? Поделитесь, пожалуйста. Ну, мне бы хотелось бы дальше также летать. Мне вообще очень понравился планерный спорт. Это действительно удивительный вид спорта, где созданное человеком сочетается с тем, что создало природой, то есть это взаимодействие природы и человека напрямую. Вот. Но мне бы хотелось дальше летать, и в дальнейшем, конечно, ну, это прям совсем в дальнейшем, освоить самолет и частично, может, какой-то пилотаж. Мы желаем только вам успехов и удачи. Дадеемся, что ваши мечты обязательно осуществятся. Толхат, ну, вот как вы справляетесь все-таки с перегрузками? Скажите, пожалуйста, вот, может быть, какие-то вы советы дадите тем людям, которые впервые, да, собираются к вам прийти? Ведь все равно многие испытывают, да, чувство страха, боязни. Вот как улучшить свое самочувствие во время полета? Вы работаете над этим тоже? Со своими учениками? Бывают разные случаи. Если, расскажу, кто-то организовывает сюрприз, и для супруга, допустим, и он приезжает на аэродром, видит, что там самолеты, и он просто разворачивается. И такое бывает. Ну, это вот самый максимум, который я видел. Но из тех, кто приезжает, в основном они хотят сами почувствовать что-то новое в своей жизни. И у таких людей страх уже как-то намного ниже и не чувствуется. А кто-то, наоборот, хочет преодолеть страх. И они могут писать, звонить очень долго и доезжать до аэродрома там несколько месяцев, пока не решаться. Вот. С теми, кто совсем боится, ну, нет возможности поработать, потому что они же где-то на расстоянии в городе или в другом месте. А мы только с теми, кто приходит в наш аэроклуб в городе, где проходят теоретические занятия, или на аэродроме, где уже непосредственно они готовятся к полету. Такие практики, ну, на данный момент, как психолог, я с ним пока не работаю, да. Но если будет много желающих, которым нужна будет такая помощь, ну, конечно, мы копнем глубже в этом плане. Да. У нас работа с теми, кто вот… Если это туристы, которые приезжают просто посмотреть город или ощутить полет на планере, где есть возможность почувствовать и поуправлять, им просто интересно. Из этих людей уже могут прийти другие люди, то есть, которым полет понравился, и они говорят, а как научиться летать? После наших разъяснений они приступают уже к подготовке. Ну, чем больше таких людей, тем лучше. И наша задача как раз состоит в том, чтобы люди открывали для себя что-то новое, чтобы не было такого понятия, как дом-работа и залипание в гаджетах и так далее. То есть, это активный спорт на свежем воздухе, где голова, мозги проветриваются так… Только эмоции можно получить, не передавая. Эмоции – это само собой, но как человек обучиться и продвинуться, работать над собой можно. Как говорит один из наших курсантов, то есть, человек учится принимать решения в короткое время. Когда вы летите на планере, вам нужно совершать определенные действия. И ребенок, летающий с 14 лет, мы можем брать на обучение, и вы представляете, в 14-15 лет ребенок принимает быстрое решение в воздухе. Ну, и как говорит Павел Леонидович, это игра в шахматы, вот только в воздухе. И вы сами понимаете, в 18 лет какой человек из него вырастает. Тот, который пробьется очень высоко и плодотворно. Достигнет. Будет расти и достигнет больших высот. А это закладывается как раз в юношестве. Спасибо. У нас остается 7 минут до окончания эфира. А вот скажите, пожалуйста, переживают ли ваши родные и близкие, когда вы отправляетесь в полет? Ведь согласитесь, что ваша работа пилота очень рискованная. Это всем отвечает. Это вопрос, да. Ну, наверное, в глубине души где-то они, может, немного переживают, но не говорят об этом. Хотя, вот, например, мой отец был категорически против вообще и прыжков, и полетов. Вот. Когда я пришла и сказала, пап, я больше не буду прыгать, он сказал, молодец, правильно, я говорю, теперь я буду летать. Он сказал, что это... Ну, а сейчас они уже смирились, наверное, спокойны. Ну, да, они понимают то, что, я говорю, ну, просто меньше, как бы, нужно переживать, меньше думать. Я говорю, в любом случае, ну, все будем летать, продолжать летать. Я говорю, лишние переживания не просто, ну, ни к чему. Спасибо. Павел Леонидович, ну, тогда задам заключительный вопрос вам. Да, вот, есть ли у вас какие-то профессиональные приметы или суеверия, да, что-то вроде там, не мыть голову перед полетом. Но у вас, наверное, есть свои какие-то, может быть, суеверия среди пилотов? Или вы не верите в приметы и суеверия? Там, это от старых летчих инструкторов, которые готовили, там было, что... Ну, во-первых, раньше на аэродромах-то фотоаппараты были запрещены. И сейчас у всех гаджеты, там в полет можно телефон взять, там стоит устройство. Кстати, для полетов на соревнованиях нужно планшет, чтобы летать там навигацию и отмечаться. А сейчас и фотографируются, и в полете есть установки, которые снимают, как бы, особых таких примет. Основная примета, нужно быть хорошо отдохнувшим, знать задание на полет, с радостью выполнять этот полет. Тогда ошибок будет минимальное количество, и все будет хорошо. Угу, благодарю. Ну, также у нас, если люди хотят сфотографироваться перед полетом, мы запрещаем. Лучше сфотографироваться после. Угу. Я говорю, что после полета улыбка шире. Поэтому они соглашаются и сфотографируются потом. И фотки выходят намного эффектнее. Да, ну, они выходят счастливыми, и фотографии выходят намного лучше. Ну, да, 99% людей радуются. Ну, а телефон-то с собой можно брать? Самолет, конечно. Спасибо. Ну, и в заключение, по традиции, ваши пожелания всем телезрителям. Телезрителям желаю, в первую очередь, здоровья. Берегите себя, чтобы в вашей жизни было много ярких эмоций. Время идет, как вот есть такая пословица, вот последние говорят, не жизнь коротка, а жизнь скоротечна. То есть вопрос, надо просто успевать. Все. И не откладывать все на потом. Если вы что-то захотели, возьмите телефон и позвоните. Если что-то хотите, выйдите и сделайте это. Я думаю, что так вы будете счастливее, чем сейчас. У меня такое пожелание, не знаю, общее для жизни. Не сказать, что это... Золотые слова. По спорту. Жизнь прилетает. Пожелание всем, да, зрителям просто. С моментом сейчас. Сейчас. Живите сейчас, да. Спасибо, Павел Леонидович. Я хочу сказать, приезжайте к нам. Жизнь у нас, в нашей отрасли будет интереснее, многограннее. Я бы сказал, счастливее. Очень получаешь великолепные эмоции, когда люди после полета, после экскурсии на аэродромы радуются. Детишки прыгают, радуются, узнают много. Кто-то пойдет куда-то учиться, двигаться дальше. Ну и Ева вам заключается. Никогда не предавайте свои мечты и просто будьте счастливы. А я благодарю вас за участие в нашей передаче. Пусть в вашей жизни будет больше счастливых взлетов и сбывается любая мечта. Хочется пожелать вам только успехов и удачи, и чтобы вы всегда достигали своих целей. И ваши все мечты обязательно сбывались. Дорогие друзья, а на этом я с вами прощаюсь. Всем желаю плодотворной и насыщенной недели. Встретимся завтра в это же время на телеканале Ак-Жаик. Передача Куншуах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова